Друзья, всем привет! На смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco на оболочке MIUI 12, MIUI 12.5 предустановлено с завода много различных приложений. И как правило, не все эти приложения нам нужны. Но! Не все приложения предустановленные удаляются. В этом видео покажу, как их можно поудалять, а те, которые не удаляются, поотключать. Причем не нужно устанавливать никаких дополнительных программ, все уже есть в самой системе оболочки MIUI 12 и MIUI 12.5. Давайте покажу, как это сделать. Начнем с самого простого, как удалять предустановленные приложения. Заходим в приложение «Безопасность», «Приложения» и здесь отображаются все установленные приложения, но не все из них удаляются. Чтобы узнать, какие из этих всех приложений удаляются, достаточно выбрать функцию «Удаление». И здесь отображаются все, которые мы устанавливали приложения, которые были предустановлены. Приложения. Здесь они отображаются именно те, которые мы можем удалить. Допустим, тот же MI браузер можем удалить. Причем здесь удобно, можно сразу выбирать несколько приложений. Не нужно удалять по одному приложению. То есть я выбираю те приложения, которые хотел бы удалить, те, которые я устанавливал, те, которые были установлены в системе, допустим, диск, если мне не нужен, игры, допустим, если мне не нужны и другие приложения. Здесь можно пройтись, посмотреть. Все, к примеру, я выбрал эти приложения и, как мы видим, я могу освободить 1.07 гигабайт. Удаляю. Окей. Но есть и системные такие приложения, которые попросту не удаляются. Допустим, зайдем в «Настройки», например, «Приложение». Простой пример. Допустим, заходим в «Настройки». Вот, к примеру, есть функция «Цифровое благополучие». Если, допустим, вы этой функцией не пользуетесь, ее можно полностью отключить. И другие приложения, какие-то, которые встроены в систему, давайте покажу, как можно отключить. В строке поиска вводим «Доступ ко всем файлам». И вот у меня находится «Доступ ко всем файлам». Захожу и переключаюсь в специальное меню, откуда вам могу отключать предустановленные системные приложения. К примеру, Google Ассистент. Если он мне не нужен, нажимаю «Остановить», «Окей», «Отключить», «Отключить», «Окей». Таким образом, я голосовой ассистент отключил. Когда мне он понадобится, допустим, я смогу в любой момент времени опять зайти в это меню и его включить. Далее. Смотрим, какие приложения нам не нужны. Единственное, важно, те приложения, которые не знаете, не отключайте, чтобы не испортить стабильную работу системы. К примеру, «Цифровое благополучие», «Остановить», «Окей», «Отключить», «Отключить». Все. Когда мне понадобится это приложение, я смогу его в любой момент времени включить. Давайте теперь проверим. Захожу в настройки, и как мы видим, функции «Цифровое благополучие» теперь нет. Но в любой момент времени я могу обратно зайти в это меню и включить. И таким образом, мы можем вдумчиво пройтись по приложениям, которые нам не нужны, системные, и подключать. Но не отключайте лишнего. И еще, друзья, не все приложения удаляются и отключаются, но есть хорошая новость. В новой прошивке можно эти иконки, которые не удаляются с этих приложений, удалять с рабочего стола, чтобы не загромождать рабочий стол. К примеру, приложения Mi Video не удаляются. Служба и обратная связь, допустим, если не удаляется, Mi Share, как можно удалить? Заходим опять в «Настройки», «Приложения». Управление ярлыками на рабочем столе. И здесь, к примеру, Mi Share я могу отключить, игры, если мне не нужны, Mi Video, служба обратной связи, если мне не нужна. И таким образом, я с рабочего стола поудалял эти все иконки. В любой момент времени я могу их здесь опять включить. Вот, перехожу на рабочий стол, все, поудалял. Друзья, на этом у меня все. Если такое видео вам было полезно, не забудьте поддержать видео лайком. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok